Появился какой-то ложный закон о том, что если человек пойдет в храм и поиграет в Pokemon Go, то его накажут, посадят или оштрафуют, но такого на самом деле не было, это просто был какой-то репортаж на телевидении, Соколовский это сделал, записал это на видео, и потом кто-то оскорбился, и его арестовали и пригрозили к штрафу 500 тысяч рублей. Многие люди возмущались, говорили, я подумал, что надо как-то, если получится, посерьезнее помочь, то есть найти эти 500 тысяч, и поэтому я взял за основу Тайна Вечеря да Винчи, то есть я взял те же самые пропорции, и там где вот, где находятся эти апостолы, и вместо этого я заменил апостолов на, то есть вот этих вот, на Pokemon. И написал, что это в поддержку Руслана Соколовского и пару новостей, и сказал, что я приду за 500 тысяч, но все деньги пойдут на оплату его штраф. Да, в общем, я тоже был удивлен, что как-то это все подхватили, очень много, как бы, новостей по поводу этого было, какие-то интервью я давал в поддержку его, и, да, и в итоге, я сам не занимаюсь от них в продаже, да, и вот, как бы, вот, агент, как бы, человек какой-то нашего покупателя, и, получается, я продал. Ну, часть, правда, часть денег пришлось, но я продал за 500 тысяч, но часть денег, потому что я, ну, сам никого не знаю, не знаю, где искать, то есть я, мне пришлось половину отдать агенту, потому что, ну, ну, это для молодых художников, это, как бы, 50% это стандартная, стандартная плата за картину. Ну, сейчас, как бы, можно 70, 70 на 30, но обычно 50 на 50 в начале, поэтому, да, вот, за 500 продал, 250 тысяч отдал. У меня была выставка, это намечалось, я готовил там за три или за четыре месяца, выставка должна была произойти в Москве, и, получается, я вот это нарисовал, опубликовал, про меня написали, и об этом узнали организаторы вот той площадки, где у меня должна была состояться выставка, и они ее, как бы, ну, отменили, или запретили, не знаю, ну, то есть, в общем, они сказали, что нам не нужны эти проблемы, и поэтому я остался тогда без выставки. Ну, да, то есть, тоже было много обидно, но в итоге я все равно ее сделал, просто, ну, спустя 3-4 месяца, в другом месте уже. В теме с Русланом это же был первый такой большой принцип, прецедент, вот, наверное, вот, после посеряя этого ее узнают, это первый большой претендент, и, наверное, они сами, ну, вот, как бы, люди, которые делали этот закон, они, наверное, сами до конца не понимали, как бы, куда это ведет, а ведет это, в принципе, никуда, то есть, ведет это, ну, к большому шуму, то есть, к каким-то большим разговорам и, ну, и каким-то, вот, этим горизонтом уголовных дел, потому что, ну, да, ну, в итоге это все, да, я надеюсь, заканчивается, как бы и закончилось с Русланом, мы как-то благополучны были ныне, и, как вы видите, потом, вот, после истории с Русланом, больше, по-моему, такого не было, больших каких-то новостей, была вот только новость про Матильды сейчас, то, что какие-то одичалые какие-то фанатики жгут кинотеатры, но какие рамки, я думаю, нет, в искусстве не должно быть каких-то рамок, наверное, если, я думаю, можно просто сделать проще, что если кураторы или организаторы выставки или чего-либо делают, они, наверное, просто должны делать, как таблички, знаете, там, 18+, или там, собакам вход воспрещен, и то же самое, как бы, нежелательно, мы предупреждаем, что там будут, ваши чувства могут быть оскорблены, то есть вы приходите на свой страх и риск, то есть, может быть, как-то так сделать, может быть, тогда будет проще, то есть те люди, которые пришли на выставку и вдруг, как бы, оскорбились, чтобы, ну, может, да, может, я просто не знаю, может, им неприятно, но, как бы, если, как бы, сам человек, этот какой-то верующий, он сам просто ищет, где бы, как бы, где бы найти место, чтобы оскорбиться, то это, как бы, наверное, у человека просто слишком много свободного времени. Тогда вот было вот это какое-то помешательство насчет этой игры, и это было довольно странно, вроде бы просто обычная игра, она стала гиперпопулярной, и я подумал, что вот эти, получается, покемоны, которые все пытаются ставить, это часть, ну, так или иначе, получается, часть нашего общества, то есть люди ради вот того, чтобы, получается, как бы, из подумки, люди ради того, чтобы найти покемонов, они выходят из дома, куда-то ходят, по городу, ищут, то есть, это, как бы, получается, что у этих покемонов, у этих забавных детских зверьков, у них, получается, есть какая-то сила, то есть, можно даже подумать, что, как бы, это, ну, наш, ну, вот, символ нашего времени, то есть, мы ищем покемоны, и, получается, что мы в каком-то смысле даже им поклоняемся, и, ну, и я решил тут раздовести до абсурда, что, как бы, ну, раз такая, раз такая популярность этих покемонов, раз у них есть такое влияние, может быть, они просто уже займут место вот наших сегодняшних идолов, богов. Почему вы выбрали «Тайные вечери»? Потому что это, как бы, очень узнаваемая вещь, ну, то есть, как бы, самая узнаваемая, и даже без названия, видно, если там сидят 13 фигур за одним столом, то есть, сразу это отсылка, то есть, это картина, которая, в принципе, уже не нужна, каких-то дополнительных объяснений, то есть, и так все понятно. Это стало настолько узнаваемо, настолько, вот, интересной формой, что, как бы, это дает возможность каждому поколению ставить вместо этих апостолов те фигуры, которые важны сегодня, чтобы показывать какую-то часть истории в том, и, как бы, оставлять часть истории того, какое поколение там живет. То есть, до этого были какие-то, вот, Энди Горхол, он тоже делал свою версию «Тайные вечери», только он сделал это в виде поп-арта, то есть, он, как бы, показал, что, ну, то есть, показал, отразил свое время, и до этого тоже многие художники как-то это делали, то есть, так или иначе, и получилось, что я подумал, что сегодня тоже это было бы актуально и важно. — Скажите, а вот что вам позволяет называть своей работой искусством? Как вы понимаете, вот то, что вы создали, искусство это или нет? — Да, не знаю, вроде как-то это называется искусством, вроде бы, вообще сегодня это такой, можно сказать, это такая бесконечная тема, что, как бы, что такое искусство, то есть, и, как бы, непонятно, что это за набор критерий, то есть, кто-то говорит, это, например, только холст, картина и, там, заката лошадки, кто-то говорит, что это вообще все, то есть, все, что ты не поставишь в галерее, все становится искусством, но это уже, да, доходит до абсурда, когда, по-моему, какие-то блогеры или кто-то, или просто какие-то ребята, они заходили в музей или галереи современного искусства, оставляли там то ли очки, то ли какие-то ананасы, и потом, на следующий день, они приходят, а это стоит на каком-то пьедестале, и, ну, то есть, даже сами организаторы уже немного не понимают, где находится искусство, а где нет. Ну, я думаю, что, наверное, искусство, это, ну, по крайней мере, как я пытаюсь это сделать, то, что, в моем понимании, что оно не должно иметь какую-то функцию, только какой-то эстетической, то есть, нельзя, там, то есть, это не может быть машина или какой-то предмет интерьера, то есть, это то, на что можно просто смотреть. И, конечно, то, что, где это находится, там должно быть качество, должна быть мысль заложена, и какие-то отсылки, и, конечно же, что-то, то, что ты берешь от себя. Мне очень понравилась теория, над которой я сейчас работаю, что мы живем в компьютерной симуляции, и вот есть очень интересные опыты из квантовой физики, которые они делают, и как-то мне вот было бы интересно как-то это все совместить, как это было, например, в 20-х годах, вот, авангард, как-то во многом появился из-за научных открытий, потому что художники, они смотрели и следили за тем, что происходит в научной деятельности, и как-то это пытались, ну, отрефлексировать. И, а так, да, вообще, я... У меня много тем, то есть у меня есть и прегиблейский сюжет, какие-то картинки, то есть очень много картин, которые я делаю для галереи «Триумф», потом научная деятельность у меня, ну, то есть какая-то связь с наукой у меня и с математикой, это проект, который я делаю для московского биеннале и музея космонавтики, это про число Пи и про греческий пантеон богов. Ну, то есть вот был, есть вот этот известный греческий пантеон богов, и я подумал, как бы, кто сегодня, то есть если бы, как бы, была бы задача сделать новый пантеон богов, кто бы были эти боги? И, ну, как бы, то есть люди, которые имеют какое-то влияние, соответственно, это новинские лауреаты, научные деятели, главы IT-компаний, ну, гугла, фейсбук. И я просто это все сделал в число Пи, потому что их все обвиняют на тематика, а число Пи, оно еще и бесконечно. То есть у меня сделано так, что эти люди, ну, их сканируют, то есть я вот недавно сканировал Джеймса Уотсона, вот этот нобельский лауреат, который открыл структуру ДНК, вот еще на той неделе ездил к математику, с Эрджем Болл, и вот они в разных позах вставали, и каждая поза означает номер в числе Пи. То есть у них, как бы, ряд такой, они в разных позах стоят, как бы, если ноль, это поза эмбриона, то есть и дальше, как бы, человек поднимается выше, 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 и девятый, получается, как бы, вот такая огромная, красивая поза. И вот этим я и занимаюсь. Мне кажется, это очень интересно. С одной стороны, это сначала очень печально, что мы просто, просто получается какой-то побочный эффект того, что, например, допустим, кто-то сделал эту компьютерную симуляцию, и он, например, смотрел, как создаются черные дыры, а мы просто появились, как какой-то побочный эффект. И это сначала печально, а потом становится интересно, как бы, а не является ли тот человек, который сделал нас тоже компьютерной симуляцией, и, как бы, до какой степени, вот сейчас, может, наука развиться, чтобы мы могли тоже сделать свою собственную компьютерную симуляцию, то есть тоже, как бы, поиграть в это все. И тогда, получается, что все эти какие-то войны, конфликты, то есть они, или какие-то границы, они, получается, настолько второстепенны, если понимать, что мы просто, вот, какой-то чей-то в обраге, чей-то мир. И все наши проблемы, они не очень, как бы, важны, а, как бы, получается, у нас появляется какая-то цель, то есть узнать, кто нас сделал, и сделать тоже какую-то свою симуляцию. Спасибо. 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 Спасибо.